Я включил запись, правильно? Окей. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс изучения ивритов по Торе или, наоборот, Торе через иврит. И вчера мы прочитали в субботу главу под названием Китиса, очень интересную и важную главу. В этой главе в предыдущих курсах мы разобрали параграф 32, самый, наверное, известный, потому что он рассказывает историю о Золотом Тельце. И параграф 34, который рассказывает о том, как Всевышний был готов простить народу этот грех благодаря молитвам Моисея Моше, и как Моше выбил у Всевышнего некую молитву, которая никогда не остается без ответа. И молитва эта входит в таханум, в покаянные молитвы, которые мы читаем в Шахарид и в Минху. А сегодня мы с вами разберем параграф 33. Ламед Гиммел. Я поставил в телеграмме, в нашей группе, материалы предыдущих циклов. Так что можете их посмотреть, плюс, конечно, в архиве есть записи лекций. Кроме того, поскольку этот параграф, ну, может быть, немного, но все же короче, чем обычно мы рассматриваем, может быть, у нас останется в конце время. И поскольку меньше месяца осталось до пульма, я предлагаю вам, я тоже поставил на телеграмм, файл, файл, который называется Могилла Тестер. Пока что туда вошла первая глава, то есть только текст еврейский. И я надеюсь, что если будет интерес, я буду дополнять это. Может быть, несколько глав мы успеем пройти как раз к полему. Вот, и просто если вы воспользуетесь этим файлом для самостоятельной работы, я вам скажу, что я выделил в этом файле. Зеленым я выделил слова, которые должны бы войти в словарь, но слова я не готовлю и не буду готовить. Так, это слова, которые не часто встречаются в Танахе. Вот, и, скорее всего, вы их не знаете. И, кроме того, голубым я отметил слова, которые вообще не ивритские. Это либо слова, заимствованные из персидского. Что интересно, вычисляет слово «дат», которое буквально означает «закон» о современном урите, понимается, как «религия». Ну, имена, именно, в том числе «хашвирош», «вашти» и так далее. Вот, и, значит, некоторые слова, некоторые термины, которые просто вот используются, записанные еврейскими буквами, но, по сути, персидские слова. Так, вы напомните мне, что я обещал в конце немножко с вами почитать. Так, все готовы, да? И говорил Бог Моисею, «Иди, поднимись отсюда». Где Моисей в этот момент находился? Очередно, в стране среди евреев. «Ты и народ, который элита, который ты поднял буквально». Снова всевышний говорит Моисей, «Который ты поднял, ты вывел, мы эрит, мы царем из земли египетской, в страну, которую нишбати, это значит «я клятвенно обещал», Аврааму, Исааку и Якову, говоря, «Лезар аха потомству твоему, этнена», что это значит, «этен», то есть «дам на ее». Вот такая ситуация. Так, интересно, что в конце этой главы просто вот кладезь, рассыпь слов с дополнительным местоменным суффиксом. Я надеюсь, что даже если я не буду вам подсказывать, да, вы сможете разобраться, что к чему. Бет, Анна, прошу вас. Так, и пошлю я перед тобой, или перед тобой ангела. Так, прошу прощения, не было соединения, я надеюсь, вы прочитали, да? Так, меня, может быть, еще раз прочитать? Меня было, может быть, слышно, не слышно? Ну, я не слышал, скорее всего, это у меня отключалось, да? Так, а остальные, Тимофей, что-то сказали? Слышали, слышали, да. Слышали, да? Ага, прекрасно. Что-то пропадает тоже как-то. А, нет, я стопроцентно. Кто-то не слышал, да, Светлана? Повторяйте. Повторите. И переводим. Так, хорошо. И переводим. Это означает, Всевышний говорит, что «Пошлю я перед тобой ангела и прогоню, и перечисляет народы, которые он прогонит со святой земли. Кнанеев, Имореев, Хитеев, Фризи, как ты называешь? Фризиев, наверное. Фризиев. Фризиев, я не знаю, Хиви и Луси. Там еще какие-то ребята были. А, Гергаши, ну, кто-то из них. Не хватает Гергашей, да, объясняет, объясняет Раши, что да, что их не надо было прогонять, и не учисать. Они сами убежали, а то я помню, да. Ну, хватило ума. Спасибо, Анна, спасибо, очень здорово. Так, Гиммел Светлана, писательница. Прошу вас. Попробуйте. В землю, текущую молоком и медом, которую не... Верно. А дальше вы. Ибо, потому что не... Дело в том, что ки по-разному переводятся, я просто подсказываю вам, потому что не... Э-Э-Лэ, это первое лицо. Ну, дальше. Так, мы сейчас читаем и разбираем посылку Гиммел. Гиммел Светлана. прочитайте перевод. Да. Продолжайте. А, продолжай, да. Потому что не поднимусь, я бы кирбеха, в среде твоей. Ки, вот это выражение, ам, кэше, ореф, переводится как народ жестоковый. Ам – это народ, кэше, кэше, тяжелый, твердый. Ореф – это затылок или задняя часть шеи. То есть народ жестоковыйный, не делающий вывод, или поворачивающийся затылком к тому, кто дает ему добрый совет, к получающим его. Потому что народ жестоковыйный а-та-ты-ты. Слово пэн Светлана, очевидно, помнит. Что такое пэн? Не помню. Чтобы не. Чтобы не. А-хэ-л-ха. От слова ахаль. То есть скушал, уничтожил в данном случае а-хэ-л-ха, чтобы я не уничтожил тебя, вода. Вот такая трогательная история. Так, далее. С нами нет, Натана сейчас нет. Тогда Андрею передаю микрофон. Андрей, вы с нами? Андрей нас не читает. У нас читает. Андрей, ага, простите, вы не сочтите за нечто обидное. Я просто не запоминаю, кто у нас кто, извините. Далеко не всегда. Либо Тимофей, либо Иван. Давайте Иван. У меня что-то пропадает. О, у меня что-то пропадало, но я не слышал. Прочитано, да, Я все слышала, да, Литвич. Я нет. Ага. Я слышала, но не поняла до конца, мы дочитали не до конца. Так. Угу. Иван, вы с нами, да? Попробуйте перевести. И услышал, и услышал народ плохую весть. Именно так, да? И они оскорбили. Так. Вот следующее слово ваид аба лу. Ваид аба лу. И лаид абель это скорбеть, оплакивать, быть в трауре. И плакали они. Да. Вело шату иш энд йо. Вот это выражение приходится нам не в словаре смотреть, а в переводе не возложил никто буквально украшений своих. Слово эд в данном случае означает не свидетель, как обычно, а почему-то некое украшение. Аллах на него, то есть на себя. Имеется в виду то ли украшение, которыми они украсились, получив 10 заповедей, венцов своих, которые были даны им на хореве, когда сказали, они исполнили, будем слушать. Но понимать это буквально или в переносном смысле, ну это зависит от вас. Я более склонен ко второму. Так. То есть сняли они украшения свои, да, ибо почему? Что за весть такая горькая рамка, что они услышали, что Всевышний отказывается вести их и вместо себя посылает своего ангела Мал-Аха. Да? Я, кажется, объяснял вам, в чем дело. Давайте я повторю. Это не милосердие. Мал-Ах, он работает по строго заданной программе. Программа такова, что если человек или народ грешит, то моментально приходит наказание, поэтому на милосердие рассчитывать не приходится. и дальше мы увидим, что Моше умоляет Всевышнего нет, не оставляй нас, не заменяй себя ангелом, да, ибо не слышно. Да, я, по-моему, вылетел в открытый космос, нет? Да, да, что-то такое. Да. Записано. Прошу извинения за перерыв, ибо Всевышний, ибо Моисей не уверен, что народ не согрешит, да, вдруг будет неумышленный грех, и сразу тогда Мал-Ах приведет наказание. Так, благодарю вас. Это был Иван, теперь, наверное, Тимофей, да? Тимофей, да. Да, давайте. Хей. Ва юмер ашем эль маше, А какое слово в переносном смысле вы сказали? Какое слово в переносном смысле вы сказали? Я думаю, что у вас слово эльо, украшение. А. Зелененькое, зелененькое, таким зелененьким. Да, зеленое выделенное. А, вот оно, да. Свидетели, а, украшение в переносном смысле. То есть, это не украшение как таковое, а что-то вместо него. Что-то в духовном смысле, да, наверное, так, да. Так, так, я продолжаю? Да, Тимофея, да, он перебил его. Да, сначала. Да, по-прочему, тут непросто, да. Лехалот от слова «коль закончить», «прикончу тебя», то есть я уничтожу весь народ. То есть Всевышний говорит, что… Уничтожу тебя. Да, буквально так. Дальше. В это и теперь снимите вот эти вот эдихо-украшения. Украшения, очевидно, да. Да, да, с себя и буду знать, что сделаю тебе. Да, 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 именно так. В эд-а и буду я знать. Извините, сейчас в эй-да. Нет, может быть, это «Одия». Да, «Одия» это «Гэфи». Где вы читаете, пожалуйста? Так, секундочку, это гэй. Это гэй, это пятый. Это был «Гэй», да. Спасибо, Тимофей, замечательно. Скажите, а «рэга-эхат», как перевели так «эннипул»? «Рэга-эхат». «Рэга-эхат» – «мгновение одно». То есть в то же смысл, что как только появлюсь я в среде твоей, среди тебя, в одно мгновение я тебя прикончу. То есть ты этого заслуживаешь. А «эле-бэкэрбэх» – это же не прикончить. А «эле» от слова «эле» – «подниматься». «Бэкэрбэха» мы знаем в среде твоей буквально. «Кэрэф». То есть он среди них поднимется, обнаружится и прикончит. Да, да, да. Моисей просит у Всевышнего «Не покидай нас, будь сам». А Бог говорит, что не только ангел, но и я сам, поскольку вы народ жестоковый, то есть упрямый и не делающий выводов, как только я появлюсь в твоей среде, так моментально я тебя и прикончу. Это Всевышний говорит, да? Да, это слова Всевышнего. Что же делать? Ну, могу заметить, что не следует еврею даже в шутку, даже с другими евреями, говорить плохое про весь еврейский народ в целом, но вот эти слова «амкшей ореф», это, к сожалению, эти слова верны и до сих пор, и разрешается, разрешается и говорить и про еврея отдельного, и про целый, про весь народ в целом. Вот так. Так, Владимир, что прикончу разрешается говорить, да? Прикончу не разрешается говорить, нет. А «амкше ореф»? Народ жестоковый. А, понятно. Да, да. Так, Владимир у нас сейчас должен читать. Владимир, да? Давайте. Покажите, пожалуйста, где вы читаете? А вот «ВАВ», вот он, «ВАВ». Вот, не знаю, видно, не видно, у нас «ВАВ» сейчас. Да-да. Это «Вейт Настель». Вейт Настлув. Бны Исраэль. Это «Адай». Это «Ям». маха махар махар корок значит кто добровольцами а или спасите на цель это спасти я ошибся и спаси на цель и спасете на цель и спасет и спасете сынов израиля нет снимите на цель сняли украшение и все на цель словарь дает перевод извиняться оправдываться услуг на израиль и дьяну и вот эти свои нарушения сыновей израиля дождите варима сняли они просто сняли тут мне ничего не изменялся никто и ничего никто не спасал так уж да 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 и снимут сыновей израиль сняли прошедшее время да украшение их а украшение за горы с горы хорев хорев это другое название синаи да да совершенно верно значит чтобы предваряя вопрос в танахе там где глагол следуtech прошедшим времени нет перед времени стейла пара вам по пироворачивает прошедшее время на будущее и соответственно наоборот give над своему будущее время наступ прошедшие иned и начнут горы хоров это что за украшение с горы хорев украшение которое получили за горы хорев ну если мы придерживаемся недословного, а аллегорического толкования, да, то это гордость за то, что евреи официально как бы признаны народом Всевышнего, и именно евреям Бог дает Тору. Но теперь нечем гордиться, поскольку евреи согрешили и получают наказание. Нечем гордиться. Я это понимаю и так, это, так сказать, простое понимание. Сняли украшения, то есть сняли то, чем были награждены. Да, как-то вот так перестали ощущать эту гордость. Наверное, так, да. Гордость за кого? Гордость за кого они перестали? Гордость за себя. Гордость осознания избранности. Так. Спасибо, Владимир. Теперь займем. Людмила. Людмила у нас тоже. Людмила. Хорошо. Спасибо. Так. У мошей иках этха охель венатало нихуц ламахане хек мин махане векарало охель моед векаря векаря коль мэвакэш ашэм ецэээль охель моэд ашэр михуц ламахане махэээ и махэээ и махээ взял хатюр шатюр и растянул его снаружи лагеря да вне лагеря вне стана и подалеку ашээк отдалился от лагеря отдалился от лагеря и позвал его и назвал его то есть этот свой шатер охель моэд шатер откровения да ну получается как то так да и было каждый просил всевышнего каждый кто просит всевышнего вышел выходил из шатера к вот этому шатеру 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 откровения который снаружи лагеря который вне стана спасибо большое Людмила я хочу добавить чуть-чуть из комментариев вот это слово яках глагол который стоит в будущем времени подчеркивается что здесь говорится не о одиночном а повторяющемся действии то есть перевод должен быть мушэ брал шатер и раскладывал то есть разворачивал его вне лагеря когда это происходило очевидно при всех стоянках да теперь еще одно замечание мы считаем что овельмоэд это название практически храма да то есть мешкан скини но здесь этим словом названо нечто другое значит поскольку шатер еще не был поставлен к тому времени да был поставлен только через месяц или два после вот описываемых здесь событий овельмоэд это шатер в котором сам Моше находился и общался со Всевышним и говорится как совершенно верно перевела Людмила что каждый мевакеш просящий Бога то есть ищущий его имеющий к нему вопрос или желающий ощутить божественное присутствие которое впоследствии да можно было ощутить в овельмоэд который мешкан который храм да он тогда приходил к овельмоэд в котором находился Моисей Моше да спасибо спасибо так Наталья да да так мы читаем по выходу или при выходе вот так вот примерно так я прошу прощения опять у меня отключался интернет так и было как при выходе вот кэцет это какой-то из видов инфинитив при выходе или что-то нападает это не абсолютный инфинитив да в то время как выходил Моисей к шатру якуму это буквально вставали то есть тоже использование будущего времени для того чтобы подчеркнуть постоянство периодичных действий вставал весь народ да так подожди может быть Наташа может быть Наташа дальше переведет да 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 Наташа конечно переведет но вот как раз внецву нецав это буквально предстать то есть как бы встать по стойке смирно наверное каждый человек в вратах при входе в его так вегибиту что такое лагабит взгляд смотреть да да ахараймуше за мошэ после мошэ ад бо до до входа его га о гэлла в шатер имеется ввиду огэль мой шатер мой сирия да спасибо Наташа все правильно давайте читаем вегая кево мошэ га о гэлла йерэд амуд гэ анан вэ амад пэтах га о гэл вэ кам коль га ам вэ гэш дахару гэш пэтах а мы куда-то перескочили и было при входе моисея да тет в тет все правильно да тет все правильно да тет немножко иначе заканчивался ну окей хорошо а извините да а как извините да ага я что-то это прочитал агэль вэдибэр и мошэ ага я пуску мошэ ау да а может быть да хорошо а просто ничего не разговаривала какой все-таки пасут тет тет все правильно тет просто видимо рафля перескочил на какие-то на какие-то другие на какой-то другой текст так тет опять преподавать рафля опять что-то не увидим с интернетом какие-то хорошо я прошу прощения я не знаю что с этим делать хорошо извините если я прочитал неправильно и было при входе Моисея в шатер аогэ ла добавление а в конце как добавление ламет в начале то есть лаогэль я рад амуд и анан спускал стоял уходе в шатер и разговаривал с Моисеем кто именно разговаривал вот этот амуд мы разговаривал конечно всевышний да может быть голос раздавался из амуда а может быть просто имя всевышнего здесь опущено да почему не ойль а ойла я только что объяснил гаогэла это как лаогэль например ерушалайма это как ле ерушалайм направительный суффикс да направление направление да так Юд давайте давайте тогда поручим Натану да Натану да слегка я сейчас в другом месте переписываюсь с одним человеком если можно мы готовы пропустить в знакомой Жене тогда кто Анна давайте так вора ах 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 так и видел весь народ вот этот вот столб огненный стоящий облачный она господи оговорилась то есть облачный стоящий у входа в шатер и и вставал весь народ и кланился человек и штахаву совершенно верно преклонялся кланялся человек у входа в свой шатер совершенно верно спасибо Анна вот это вот слово и штахаву оно немножко нетипичное во первых потому что это и по эль и шин с табом меняются местами а во вторых потому что третья корневая буква вав да она иногда приобретает форму шурука и штаху как он поклонился а иногда остается вав и штахаву поклонялись множественное число каждый человек у входа в свой шатер спасибо Юд Али Светлана придется вам оторваться на некоторое время от записи когда пропадает когда ну как У только когда вав пропадает в какой форме и штаху вы говорите вав не пропадает просто иногда встречается форма и штаху он поклонился хотя должно быть что-то типа и штахав или и штахавэ это было у нас незадолго до этого в предыдущих главах нам встречалось оно пропаляет то есть оно неустойчивое да 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 хоть оно и корневое так Светлана вы выключили микрофон во дибэра донай эль-мошэ паним эль-паним кэшэр ядабэр эль-эээу вешав аль эль амаханэ эль-ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Говорил Господь с Маше лицом к лицу. Совершенно верно, да. А теперь вы, пожалуйста. Ну что вы, как говорит человек с другом своим, буквально как будет говорить, да. Иш эль рейху, да, человек с другом своим. Тот же оборот, как вэ агафталэ рейхакамуха. Вэ шав и возвращался эль хамаханы, стан. Теперь у мэ шарто, мэ шарет, это буквально прислужник, служителей. Лэ шарет, служить, шерут, это служба. Шерутим, извините, это удобство, то есть, допустим, туалет, да. Шерут лиуми, служба. Как перевести шерут лиуми? Национальная какая-то там. Как-то так, да. Да? Да, наверное, надо у Светы спросить, как это в Америке. Альтернативная служба, по-моему, это называется, нет? Когда вместо того, чтобы идти в армию, ну, может, в Америке это неправильно я сказал, там нет обязательной воинской службы. Вместо того, чтобы идти в армию, предоставляют возможность работать во всяких важных местах. Служба народу, буквально, да. И еще, слава, шерут обозначают маршрутное такси, тоже, в общем-то, удобство. Еще бывает шерутим-руханиим, например, тоже бывает очень интересный перевод. Ну, как, в Маханаме, когда мы приехали, меня дико поразило, да, известно, шерутим, когда человек учится, это как бы туалет вообще, грубо говоря. А вот приходишь в Министерство религии, там есть отделение, которое называется шерутим-руханиим. По прямому смыслу может быть вообще-то духовный туалет, либо, да, духовные услуги, да. А дмей-шерут тоже? Дмей-шерут – это фи. Дмей-шерут – это то, что берут за услуги. PayPal снимает, там, не знаю, 5-10 процентов, если он переводит деньги. Вот это называется шерутим-руханиим. Или еще, кстати, ам-ла. Слово ам-ла – это более точный фи. Ам-ль – это за труды, да. Да, за труды. Я тебе за труды наловлю стрекоз. Так, значит, мэ-шерут – это… Простите, вот это слово, мы… Тут, получается, шар, закрытый слой. Мэ-шерут. Не «о» читается, когда в закрытый слог. Слово читается «умэ-шар-то». Мэ-шерет-шело – его. Служитель его слуга. Я учила, что камат в закрытом слоге как «о» читается. А тут, получается, закрытый слог. Мэ-шор-то. По идее, да, но я как-то вот не слышал, чтобы это читалось как «о». Дело в том, что да, в закрытом слоге не должен быть долгий гласный, а камац, обычный камац – это долгая «а». Вот, но есть камац-кацар, которая краткая «о». Вот, например, в предыдущей фразе «о-хол-ло», да? Поскольку слог из-за «эй», который имеет не слогообразующую голосовку, слог «о-хол-ло», вот такой слог, да? То и вот этот камац под «алифом», он является камац-кацар. То есть «о-хол-ло». А здесь «мэ-шор-то». Не слыхал такого, чтобы здесь читалось как «о». Не знаю, не знаю. Так, итак, служитель его «яушуа-бин-нун». Слово «на-ар» буквально означает «юноша», да? То есть в данном случае это слово, как ученик мы понимаем. «Ло-я-миш» – вот это слово, да, весьма любопытное. Мы встречаем его в форме «но-е-муш» в благословении на слова Тора, который мы читаем «утром», да? И тот же корень, да, встречается в имени самого Моисея, «мо-ше». То есть что такое «мо-ше», «маша»? Это «извлек из воды». «Миш» – сдвинуть с места, передвинуть, то есть не сдвигались с места, так? То есть вот этот «мешарто», его служитель «яушуа», не отлучался, не сдвигался с места, так? От «митох-ха-огель», да? Из «шатра», где он находился всё время вместе с Моисеем. Да? Спасибо. Чья очередь теперь? Иван. Что такое «мешарто», «мешарто», что такое ещё? Расскажите, что такое «мешарто». Так. Точка. Спасибо. Так, тут чуть сложный такой оборот, но я за Ивана уверен. Мы справимся вместе с Моисеем, 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 так? И сказал Моисеем, Господу, смотри. Ты говоришь мне, что говоришь, да? «Га-аль-эт-га-амазэ» «Подними народ этот», то есть Бог говорит Моисею, «вот ты мне говоришь эти слова, подними этот народ». «Ве-ата-ло-го-да-та-ни». Да? Что вот эта форма означает? «Ле-годия» – «дать знать», да? То есть сделать так, чтобы кто-то знал. Это «ты дал знать», «го-да-та-ни» – «дал знать мне». Вот такая форма. «Год-да-та-ни», «год-да-та-ли». Можно сказать «сообщим». Да, 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 конечно. Смысл именно этот. «Эт-а-шер-ты-шлах-э-ми». Переводите. Иван? Что, не даду не знать, кого пошлёшь со мной. Да, верно. «Ве-ата-а-марта». Так. И ты сказал? И ты сказал? Я-да-ти-ха. Я-да-ти-ле-ха. Я знаю тебя по имени. Я знаю тебя, вашем по имени. Вегам мацата хэн-бэ-эй-най. И также нашёл благоволение и симпатию в глазах моих. Да. Спасибо, замечательно. Так. Теперь. Тимофей. Тимофей. Да. Попробуем переводить. Да. Да. И теперь, если нашёл я милость в твоих глазах, Годи эй-най. Годи эй-най. Дай, пожалуйста, познать. Совершенно верно, да. То есть сообщи. Да. Пути твои. Вэ-э-да-э-ха. И буду знать, чтобы найти милость в глазах твоих. И увидеть, что народ твой, народ этот. Да, что этот народ народ твой. Что народ твой, этот народ буквально. Да, спасибо, спасибо. Замечательно, Тимофей. Так, и удалят. Так, Владимир. Владимир. Да, нет, ага. Скажите, что такое Мешарто? Ещё раз скажите, что такое Мешарто? Мешарто, служитель его буквально. А, служитель его. Можно переводить. Владимир, Владимир, там что-то у вас со звуком плохо слышно. Очень тихо вас слышно, да. А сейчас как? Странно. А сейчас как лучше? Тихо. Всё равно тихо. Всё равно тихо. Почему так у меня иногда? Или ближе к микрофону попробуйте? А сейчас? Всё равно как-то не очень. А сейчас? Плохо, плохо. Владимир, помните, у вас уже было какой-то раз. Вы что-то такое сделали. И всё наладилось. Ну, мы слышим. Читайте. Хорошо. Только скажите, а от какого слова ты служитель Богу Бешарто? Это же Владимир не служитель. Я первый свящерник, не Коин. Почему тогда? Ну, как слуга. А, шерут – это же услуги. Вот Рафа Илья Гудога рассказывал, что это услуги, всякого рода услуги. Так, шерут – это услуги и всякие. Слово шерут, шерут, понятно. Шерут, да. Шерут. Да, так и есть, так и есть. А мы-то имеем шарто, как бы его, да, служитель его? Его слуга, да, его прислужник. Значит, Юдалит, да, в Айомар? Это про кого сказано? Про Маше, да? Это про Маше? Нет, это Игошу Абинон, это служитель Моисея. Значит, Юдалит, в Айомар фанах, в Аху, в Анахоти. Ага, да. К сожалению, не слышу вас. Нет, ну, слышно, но слабенько так. Не слышно, Илья, вы выручите, пожалуйста. Да, 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 я не слышу вас, Владимир, но давайте я прочитаю. Значит, панай елху, это буквально лицо моё пройдёт. То есть, Всевышний говорит, я сам пойду. Так? А, так, ве, так. И, значит, вот это слово, это значит, будешь ты удовлетворён. То есть, я сделаю по слову твоему. Ты, в данном случае, означает не Моисей, а весь народ. Ну, вот, что я вам могу сказать по этому поводу. Так, ну, разве это не спокойствие, как минуха или, ну, успокоить тебя? Ну, нет, да. У меня в переводе написано, чтобы успокоить тебя. Успокоить? Ну, вполне, в общем-то, да, совпадает, на мой взгляд. Так. А перед чьим лицом, я не понял, пойдешь? Нет, Всевышний говорит, моё лицо пойдёт. То есть, я сам пойду в леганиях, да, это верно, леганиях, это как возлагать, то есть, успокаивать, да, удовлетворить, удовлетворить тоже, да, и приумкать тебя, то есть, весь народ. Ну, вот так. Так? Нет, там, Владимир, там проблема была в том, что Всевышний говорил, я не пойду с вами, я пошлю ангела. Моисей его упрашивает, что ты пойди с вами, и Всевышний соглашается, хорошо, я пойду. И сам, да. Я пойду с вами. Вот сейчас он сказал, хорошо, я пойду. Да, 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 да. То есть, он удовлетворил желание Моисея. Так, ну, немножко у нас осталось, я надеюсь, что добьём мы сегодня, да? Так, Людмила у нас сейчас. Я сейчас должна читать, да. Так, кто у нас здесь? Людмила, Людмила, Людмила. Виталия, да? Нет, Людмила. Да, да. Я сказал ему, если нет лица твоего идущего. Если, эйн, это глагол со значением отрицания. Если не лицо твое пойдёт, поскольку по ним всегда в множественном числе, то глагол хим тоже в множественном числе, да? Не поднимай. Не поднимай. Не поднимай от этого. Ой. Отсюда. Нас. А, нас. Да. Отсюда. Не поднимай нас отсюда. Спасибо, Людмила. Спасибо, Людмила. Да. Цикл, да. У вамэ. Йида. Йива. Йива, да. Йива, да. Эфо. Киимацати. Хэн. Бэйнеха. Ани. Вээ Амэха. Миколь га Ам, ашэр аль пней га Адама. Да, спасибо, тут чуть сложновато. У, ва, мэ. И на основании чего? По чему? Узнаем? Да. Это единственное число. Я прошу прощения, опять вырубался у меня интернет. И на основании чего? Йива, да. А, буквально, он будет знать, да? Нет, не я, да, а его, да. Так. Эфо в данном случае. Таким образом. Что? Кто? Хэн. Бэйнеха. Нашёл я милость в глазах твоих. Я и народ твой. Да. Га, ло, разве не? Да? То есть. То есть, каким образом будет известно, что ты милосерден к нам, что нашли мы милосердие в твоих глазах, как если не бэллехт? Каким образом будет известно, что мы тебе симпатичны? Разве что на основании того, что бэллехтыха имам и идинами в мифлину, вот это вот интересное слово, отличил, разделил. Ани, Вэ, Амха, я и народ твой, Микола, Ам, Ашеральдне, Адама. Так. Наталья? Я и народ твой от всех народов, которые на земле. Которые на земле. Совершенно верно. Ну, хорошо. Тут немножко у нас осталось, но давайте действительно попросим, попросим Анну показать нам файл. Вот Магелла Тестер, и я пару слов скажу по нему, буквально несколько слов, чтобы не затягивать. Так, Владимир, что-то вы говорите, мы вас не слушаем, не слышим. Наталья, спасибо. Так, бэма, что такое бэма, спрашивает Владимир? Ма это что, а бэма это чем? Каким образом. То есть на самом деле ничего, каким образом мы узнаем. Что мы, так сказать, мы особенный, мы народ особенный. Как-то если Бог будет с нами в нашей, так сказать, среде. Если не это. Да. Вот так. Ага, спасибо. Да. Вот это первая глава Магелла Тестер. Смотрите. Я не выделяю здесь желтые, то есть те слова, которые вы можете знать, но можете не узнать, да? А только слова, которые либо неизвестны, либо не требуют перевода. Ва-и-и-бы-ла, бимэй ахашвирош, вот не ахашвироша. Значит, это фактически файл, подготовленный для того, чтобы читать его параллельно с переводом. Фразу на иврите. Думаете, что это значит, читаете перевод и видите, что вы понимаете почти практически все слова. Ахашвирош – это имя собственное. Бимэй – это бэ-ям-мин. Гу-а-хашвирош, га-молех, тот же корень, что мэ-лех, то есть глагол царствующий. Мэ-э-год-ду-год. Ад-куш и до Эфиопии, хотя есть и другие переводы. Шэ-бав-э-с-рим-умэ-а-медина, 127. Слово «медина» впервые появляется в иврите именно здесь. Вполне возможно, что это слово тоже заимствованное. Мэ-дина в данном случае как провинция империи, а сейчас Мэ-дина – это государство. Бэ-ям-мин-гагэм в те дни, кэ-шэвет, когда сидел при сидении Амэных Ахашвирош, царя Ахашвироша, аль-кисэм-эл-хуто, на стуле буквально, на троне царства его, ашэр-башушан-абира, которая в шушане столице, би-шнат-шалош лэ-малко, в третий год царствования его, а сам миштэ, миштэ – это пир, сделал пир, лэ-холь царав вэ-авадав – для всех вельмож и слуг. Хэйль параз умадай – войско персидского и... Мидии... да, и как мы переводим? Мидия. Да, медийского получается, да? Теперь слово, которое я выделил голубым – это слово, которое нам вряд ли где-то встретится и вряд ли восприбут, если вы его используете. Апартамим – это персидское очевидное слово. То есть тоже какой-то... Начальник, командир, какие-то начальники, главы командира. Это слово есть в грузинском языке, между прочим. Видимо, заимствованность персидского. О-о-о, как здорово. Спасибо, Анна. Что вы писали? Что-то типа унтер-адесской. И в грузинском, значит, тоже начальник? Ну нет, он начальник просто так, мне папа говорит, он так в шутку называет человека, который хочет покомандовать. Типа вот это вот апартамимание, типа ты покомандовать хочешь, начальник. Ага. Ух ты, да, как интересно, да? Весарей Меденот и князей провинций, лэ фанав при ним, да? Бе-гар-о-то от слова ра-а. Видеть, гер-э показать. И показывание его, то есть когда он показывал, эт-ошер, богатство, кэвод славы, малху-то, царство его, ве-эт екар и екар дорогой, да? Тиф-эрет гду-ла-то великолепие гду-ла, величие его, получается так, как ими им рабим, многое годы, шумоним и меа йом. Раф-э-ле-а-у-раз, раф-э-ле-а-у-два. Раф-э-ле-а-у-раз. Раф-э-ле-а-у-раз. Продолжение следует...